здравствуйте здравствуйте уважаемые дамы и господа рада вас приветствовать надеюсь меня хорошо видно и хорошо слышно у меня за окном зима самое настоящее даже снег есть это несмотря на то что я в варне и это повлияло на мой голос но решила выйти все равно в эфир потому что уже сказала уже в тизере сказала что будет сегодня тема по устранению жора я так понимаю что это очень актуально добрый день если не хорошо слышно скажите что мне хорошо слышно ухо уже 30 лайков о ля-ля прекрасно сейчас тогда запущу еще инстаграмчик если хорошо слышно напишите если хорошо слышно и мы погнали здравствуйте здравствуйте уважаемые дамы и господа рада вас приветствовать а я бахтина елена моя специальность врач акушер гинеколог генетик и так вышло что я всегда занимаюсь всегда хотела заниматься и занимаюсь превентивной медициной и сегодня я хочу вам рассказать о том как можно остановить жор вот эту вашу зависимость от еды это ваше опять сорвался это ваше но есть сила воли есть воля а силы воли нет и по вечерам все равно наедаешься это ваша но даже так вкусно поэтому я съел ничего завтра побегу я завтра не побегал вот это вот все нужно остановить я вот сегодня думала какие слова подобрать для того чтобы вы поверили то что вы можете остановить эту зависимость на самом деле от углеводов и может быть это можно сравнить с тем что человек может бросить курить всю жизнь курил это была вредная привычка но он может перенастроить свои биохимические реакции на это нужно какое-то время и какое-то понимание и в конечном итоге он бросает курить и он очень сильно доволен собой и горд собой потому что он бросил курить избавился от вредной привычки так вот по поводу вот этого жора когда вы не можете себе отказать в каком-то продукте это сродни тому как бросить вредную привычку но легче потому что мы имеем дело всего лишь с одним гормоном который называется инсулин если остановить инсулиновые качели соответственно все станет на свои места представляете как здорово да друзья у меня подсел голос это слышно я знаю поэтому я сегодня шепотом вам скажу пять пунктов и пойду молчать потому что это ну как бы не годится да погнали готовы давайте давайте я не буду перенапрягать голосовые связки а то до среды могу не восстановиться так идем на презентацию смотрите углеводные качели то есть задача друзья покушать таким образом чтобы уровень глюкозы в вашей крови после еды не забил за верхний предел нормы понимаете да почему это так важно если вы наелись чего-то высокоуглеводного например пошли с друзьями ладно например приготовили себе это не овсянка называется а мюсли мюсли куда уже кусочки банана включены какие-то сухофрукты вот в это скушали и уровень глюкозы был очень высокий в вашей тарелке соответственно очень высокий ваши ваши крови подрос в ответ на это вызывается гормон под названием инсулин инсулин что делает он берет этот сахар эту глюкозу и запихивает по клеткам чем быстрее вы подали глюкозу в кровоток тем быстрее инсулин справиться с своей задачей то что просто его больше соответственно уровень глюкозы в крови падает и забивает за нижнюю границу норм и вот здесь голод здесь ваша пищевая ошибка если вы неправильно позавтракали то где-то через три часа через два часа после вашего завтрака вы чувствуете голод и вы выбираете неправильный перекус или следующий прием пищи какой неправильный углеводный потому что уровень глюкозы в крови низкий и ваш мозг говорит слушай лена так не годится а вдруг тебе сейчас лекцию читать а вдруг тебе сейчас машину вести а вдруг тебе сейчас диалог вести мне нужно определенное количество глюкозы и что делает головной мозг он заставляет меня искать высокоуглеводные продукты которые опять под опять подрастет уровень глюкозы в крови опять вырастет инсулин и я заложница процесса друзья эти углеводные качели в течение дня не остановить и человек думает что у него такая наследственность человек думает что у него нет силы воли человек думает что ну он так устроен внутри а на самом деле это инсулиновые качели которые вы запускаете с помощью вашей еды поэтому первое что себе запишите завтракайте низкоуглеводно пожалуйста вот просто попробуйте просто позвольте мне достучаться до вашего головного мозга просто попробуйте как мы будем завтракать мы себе приготовим 2 яйца помидорчики огурчики можно кусочек цельнозернового хлеба вот можно запить кофе можно с сахаром можно без сахара если одну чайную ложку сахара в кофе добавляете не страшно на самом деле главное чтобы не было большого количества углеводов так чтобы вы позавтракали а уровень глюкозы в крови не выскочил за верхнюю границу нормы инсулина много не выделилась бы и тогда уровень глюкозы в крови не упадет за нижнюю границу норм так видите то есть мы колеблемся в пределах зеленого коридора это очень важно друзья окей сколько терпеть утром вы можете терпеть утром у вас нет такого желания углеводные продукты есть вечером вы не можете терпеть потому что углеводные качели раскачались к вечеру и еще физиологический уровень инсулина высокий вечером соответственно что мы можем сделать мы можем утром пока мы можем себя контролировать без сильного давления на себя соблюдать вот этот низкоуглеводный режим окей записали честно сказать сама удивлена у меня брюки начали падать в питании заменила овсянку на творог по утрам и омлет это моя студентка пишет второй пунктик запишите себе не переедайте почему важно не переедать друзья желудок имеет свой объем если вы переели даже если это были очень ценные и низкоуглеводные продукты то ваш желудок перри растягивается а в нем есть рецепторы эти рецепторы говорят нашей системе смотри хозяйка жрет хозяйка жрет много желудок перерастянут мы не знаем что она есть но скорее всего и углеводы в том числе вызывай инсулин потому что сейчас начнется какую установку вы себе можете дать чтобы не переедать смотрите все самые успешные люди за которыми я подсматриваю в истории сейчас мои сайте современники и так далее они немножко такие суховатые люди и у них у многих отношение к еде такое я бы съел еще вот этот кусочек но думаю что он будет лишний то есть вы встаете из-за стола не голодные нет вы должны быть сыты и довольны тепленькие но у вас должно родиться вот такое ощущение вот этот кусочек я бы съела но скорее всего будет лишний то есть вовремя остановиться чтобы не перерастянуть стеночки желудка результат зачитываем я на первой ступени 17 день друзья у меня нет голоса и я чувствую что я наверное не доведу эфир ладно постараюсь что такое первая ступень 17 день у меня есть система которая называется старости нет это 12 привычек успешного по питанию и стилю жизни человека это 12 привычек молодого человека в любом возрасте человека который развивает свое тело в любом возрасте человека который не стареет в любом возрасте и не хватает болезни цивилизации в любом возрасте так вот это что такое ступень и я посмотрела на организм поговорила с ним и он мне рассказал что вот если бы человек соблюдал вот эти 12 принципов он бы не болел не старел и не портился я сказала хорошо и перевела это все на тот язык который вы понимаете и вам выдала в виде системы старости нет друзья покажу быстренько сейчас мы это упаковали в виде сейчас мы это упаковали в виде такого приложения в этом приложении все ступенечки например вот она сама система нулевая ступень это а движение и здесь мои пяти тире десяти минутки каждый день одну открываете ведь и день 1 открыли день 2 открыли и смотрите мою информацию это называется кап 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 вам на головной мозг и вы начинаете немножечко по-другому жить соответственно начинаете слушать свое тело а тело отзываются благодарность вот шестая ступень это биологическое очищение организма и так далее что у вас еще будет чат общения читаете этот текст и добавляетесь чат поддержки где я и мои кураторы отвечают на ваши вопросы и мои конспекты здоровья это готовые нутрициологические схемы при различных состояниях при целлюлите премиоми при стрессе при гормональной недостаточности при вирусной инфекции и так далее вот это вот все а сегодня у нас такой специальный день до декабря месяца до 1 декабря старые цены не то чтобы они старые они снижены по как в черную пятницу как в черную пятницу поэтому можете успеть сегодня приобрести для себя систему старости нет по вкусной цене потому что но мы решили что надо уже работать по нормальным ценам вот сейчас покажу где смотрите вот наше сегодняшнее с вами общение вот сегодня мы с вами обсудим вот эти все вещи и да вот вот эта вот ссылочка самая первая она ведет вас на приглашающую страничку по поводу по поводу системы старости нет поэтому присоединяйтесь до 1 декабря старые цены потом новые идем дальше нас вот объяснила я что такое система старости нет проходили проходим вместе с мужем но он здорово косячит вчера на ужин стал жарить себе картошку я ее раньше очень любила какая как же я была удивлена что во мне ничего не шелохнулась на ее вид и запах на всю квартиру вот была радость заметила что мои порции стали уменьшаться как-то сами по себе даже не поняла каким образом прибавилась энергия ведь я только в начале пути муж уже сегодня ощутил на себе косяк надеюсь что удастся его окончательно перетянуть свой лагерь здоровейших и молодеющих друзья это я всего лишь о низкоуглеводном завтраке и вот этой тенденции немножечко вот хотя бы один кусочек но не доесть третий способ остановить углеводные качели это гликемическая нагрузка сложно с разгону вам объяснить но но в системе старости нет я вас научу считать гликемическую нагрузку мы берем продукт например хурма она содержит допустим 10 грамм углеводов 100 граммах продукта гликемический индекс это способность этих углеводов проникать в кровоток составляет примерно 40 вы можете посчитать сколько углеводов в граммах придут вашу кровь если вы скушаете 100 грамм хурмы или 100 грамм изюма или 100 грамм пиццы так вот о чем это представьте себе что вы видите собаку которую зовут инсулин но вам нужно пройти мимо этой собаки потому что нет другого шанса вам нужно пройти мимо этой собаки тулина представляете и только для людей у которых разрушен углеводный обмен это сахарный диабет 2 типа и это инсулина резистентность требования 5 грамм вот это вот все ну надо хотя бы примерно уметь считать тогда вы не будете вызывать эти углеводные качели всем мы этим занимаемся в системе старости нет но вот тем потом тем о чем я говорю третья ступень мы обязательно это сделаем так но это большой текст если хотите остановите видео и сами почитайте этот результат не буду тратить свой голос на результат извините четвертый пункт вводите низко углеводные перекусы и только по требованию что такое по требованию например я спокойно доживаю между завтраком и обедом мне не нужны перекусы я не хочу есть между завтраками обед а между обедом и ужином мне хочется какой-то перекус не могу себе его позволить если я ввела перекус между завтраком и ужином и в меня меньше вошло ужина меньше требований меньше объем перекус оправдан отлично оставляю перекус до тех пор как захочу отказаться от перекуса в том числе мы должны с вами выйти на трех в перспективе на 2 кратное питание без перекусов если вы сейчас можете жить без перекусов классно главное чтобы это было не сила воли какие будем выбирать варианты перекусов конечно более низкоуглеводные яйца почти не содержит углеводов 1 яйцо 6 грамм белка сыры не содержит углеводов 10 грамм сыра это 2 грамма белка авокадо прекрасный белка мало большое количество растительных жиров орешки содержит углеводы но и гликемический индекс миски по белкам очень прилично 100 граммах но мы 100 грамм кушать не будем 22 грамма белка но мы должны дозировать не более 25 грамм орешков можно перегрызть оливки с колбаской или с хамончиком это замечательный перекус это очень вкусно можно сказать элитно друзья не тормозись не керсни всякие сладкие соки всякие чипсы это для ух как же обозначить этих людей людей которые не понимают что с собой делают а вы уже понимаете что с собой делаете это не продукты питания для людей я не делаю точно не для людей для людей вот эти замечательные продукты питания пожалуйста вы человек выбирайте для себя самое лучшее потому что вы это в рот кладете и потом из этого состоите какие еще варианты перекусов овощные можете себе сельдерея нарезать огурчиков перчиков разного цвета это очень красиво изысканно я когда-то была в ресторане мне принесли букет я только села мне букет принесли я взяла в руки этот букет такая стаканчик с каким-нибудь беленький соус какой-то белый беленький соус я не знаю что-то сливочный наверное соус и там были вот такие кусочки сельдерея огурчики перчики морковочка вот такой вот красивый букетик я его съела с огромным удовольствием друзья делайте эстетично так хорошо можно ли ягодные перекусы можно можно съесть 100 грамм малинки или ежевики черника всегда продается клубничка очень часто нам может она сейчас невкусная да но черника всегда вкусная можно делать ягодные перекусы можно съесть яблоко одну одну и не то которое пол килограмма да а где-то пусть это будет 150 200 грамм прекрасный перекус так результате к читаете сами я не напрягаю голос хорошо просто остановите прочитайте очень важно очень важно я себе об этом говорю подумать о себе с вечера лена вот ты сейчас уже пришла домой завтра ты проснешься что у тебя будет на завтрак лена вот ты сейчас вышла из дому и как ты думаешь когда ты захочешь есть что у тебя будет какая у тебя будет еда то есть очень важно уметь себе ответить на этот вопрос поэтому когда вы идете домой вы покупаете все необходимое на ужин сразу же думаете и о завтраке в том числе это банальность но многие люди так не делают многие люди приходят на работу это я давно это было но это было так я приходила на работу через два часа я уже хотела кушать а вот эту дурацкую выпечку в наше отделение приносили через три часа то есть я уже час хотела кушать что было за дурацкая выпечка были какие-то круассаны были какие-то hand made пиццы и так далее и когда это бабушка извините с в клетчатые сумки приносила нам вот эту выпечку я уже исходила слюной и я это ела каждый день друзья это потому что я не думала о себе можно было конечно бабушку попросить чтобы она мне принесла домашнюю там котлетку и так далее а можно было готовя себе ужин сделать 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 себе еще и на работу вот такой тормозок для того чтобы когда я захотела кушать я бы открыла этот контейнер и наелась друзья если говорить о планировании вот если вы планируете семейный бюджет планируйте просто свой бюджет планируйте свой бизнес планируйте чем вы будете заниматься в ближайшее время мы же в планах то есть мы в цифрах мы в общем мы понимаем как это делать то же самое можно запланировать свой рацион запланируйте и тогда не будет никаких срывов что такое лена я сорвалась куда сорвалась зачем сорвалась при каких обстоятельствах сорвалась пятый пунктик запишите хочешь есть сначала выпей воды потому что может быть ты хочешь пить для меня это наивный пунктик но я встретила нет некоторое количество людей которые здорово похудели именно на этом принципе друзья допустим вы захотели есть и это время не время обеда и не время ужина странное какое-то время возьмите и залпом выпейте стакан воды смойте ту соляную кислоту которая непонятно почему сейчас стала образовываться наполните на желудочно-кишечный тракт заставьте его перестальтировать результаты очень хорошие тоже хвосталки хвосталки здесь прекрасно что такое хвосталки это студенты которые в системе старости нет они пишут свои результаты вот по итогам двух первых ступеней общая потеря сантиметров друзья слушайтесь 46 сантиметров на водной ступени поняла как мало я пила распоила себя сына маму папу свекровь остальные пока сопротивляются но я их добью напоила клеточки кожа стала шелк исчезла сухость благодаря индольной терапии перестала цвести кожа все вокруг вызумление от моих моей энергии не не устаю скачу как молодая лань чувствую мышцы и это приятно снова ношу каблуки хочется радовать окружающих стройными ножками в общем цветут наслаждаюсь жизнью каждый день благодарю бога понятно да ай как мне приятно позже вот казалось бы ленту тебя нет голоса сидит дома блин позанимайся с собой я сейчас пойду с собой заниматься ну хотела похвастаться шестое держи дома только ну продукты что такое ну низкоуглеводные низкоуглеводные еще раз говорю друзья к 19 20 0 по вашему времени местному у вас подскок инсулина он подскочил глюкозу попрял по клеткам и вы гиппуете у вас гипогликемия в этот момент вы идете в к своему холодильнику и начинаете проверочку чуть такое съесть ленток ты только что поела ну да ну такое перекусите мне чуть-чуть перекусить и съедается все друзья поэтому не держите в холодильнике странные продукты которые имеют высокий гликемический индекс но вот в этом холодильнике red bull друзья 11 грамм углеводов на 100 грамм продукта вот это что дымка какая-то дымку вечером плохая идея но вы очень плохая идея но я вижу что люди берут какие-то печенье какие-то крекеры какие-то сушки сушки ниже они же ничего не содержит сушки да ничего не содержит 70 грамм углеводов с гликемическим индексом почти 100 сушки так мне же чай надо с чем-то пить пей чай причем тут сушки чай самый вредный прием пищи потому что он не бывает в одиночестве вот девочка пишет как ей удалось остановить углеводные качели маленькое дополнение белковые завтраки здорово помогли избежать вечернего обжорства раньше утром всегда пила коктейль при этом вечером волчий аппетит я люблю коктейли я сама завтракаю коктейлями но людей в инсулинорезистентности я учу питаться нормальными продуктами питания друзья это важно обычными продуктами питания седьмой пунктик соблюдали суточную норму белка ибо если ты сегодня не съел суточную норму белка вечером организм из тебя все соки выжмет и ты пойдешь и наешься запрещено незапрещенного того что не нужно например на завтрак у вас было два куриных яйца ну да я округляю 15 грамм белка а мне нужно 60 грамм за сутки 60 минус 15 получается 45 ладно 44 делить на 2 значит 22 грамма белка еще на обед и 22 на ужин понятно моя математика что мне такое съесть на обед ох я знаю ресторанчик где подают тунец как раз 100 грамм тунца там всякие зелень прекрасно и так далее и тунец знаете он я вот именно в этом месте всегда кушаю тунца если хочу тунца я иду туда он слабой прожарки он прекрасен схожу-ка я туда и заодно поотвечаю на вопросы я обычно кушаю а потом отвечаю на ваши вопросы прекрасно и у меня вечером осталось тоже 22 грамма белка чтоб не такое съесть нельзя сказать что я очень люблю куриную грудку но может быть я себе сделаю креветулечек креветочки и что-нибудь такое из салатика безусловно все я в дамках я в дамках если заметили да я люблю продукты животного происхождения если вы больше склоняетесь к продуктам растительного происхождения то вам нужно обратить внимание на бобовые на проросточки на орешки с продуктами растительного происхождения тоже спокойно можно взять суточную норму белка почему я склоняюсь к продуктам животного происхождения мой объем моего желудка не такой большой поэтому в маленьком объеме я хочу дать просто большее количество белка чтобы я наелась и чтобы я не переела в конечном итоге поэтому мне так комфортно вы выбираете свой комфорт 60 грамм белка не всем это мне 60 грамм то что я вешу 60 килограмм если вы вести 90 80 сколько весите столько грамм белка используйте а вот девочка которая читала книгу старости нет раньше мой завтрак был сок овощной смузи овощной финики финики это очень углеводный продукт да и то не с утра к 12 часам то есть она пропускала завтрак потом ужин салаты бобовые срывалась на углеводах картофель крекеры каши друзья организм может наесться либо белками белково содержащие продуктами либо углеводами крахмалистыми картофель крекеры каши это все если ты не даешь белок ты дашь никуда не денешься ты дашь крахмалы потому что крахмалы продаются на каждом шагу крахмалы хорошо упакованы ну в общем все с крахмалами легко так вот девочка пишет я поняла что совсем мало протеина было в моей диете на протяжении многих лет сейчас больше протеина в течение дня и минимум углеводов сладко я уже давно не ем друзья очень важное дополнение люди страдают лишним весом и при этом говорят лена я сахар не ем 15 лет а я тут же спрашиваю почему тогда ты не теряешь вес может быть не в сахаре дело может быть ты думаешь что углеводы это только сахар ты не не находишь что вот этот картофель крекеры каши это тоже углеводы и именно их ты переедаешь миленькая причем тут сахар прояснилась картина с бадами витаминами короче век живи век учись много полезной информации за что спасибо теперь на утро начинается с прослушкой конспектов друзья вижу разницу в теле появилась много больше намного больше энергии другие приятные ощущения но вот пигментация уходит постепенно и это все за две недели до друзья это это и о чем ну да это третья ступень мы разбираем углеводы восьмой пункте к себе запишите хром хром можно ли лена воспользоваться какой-то хитрой таблетулечкой я ее съем и отобьет желание есть углеводы можно мой любимый вопрос он знаете как звучит как бы лена ничего не менять и ничего дополнительно не делать но при этом быть красивой молодой здоровой и продолжать жрать так как жрал жрал раньше да так можно шутка шутка нет смотрите вы стараетесь вы стараетесь перейти на низкоуглеводное питание вы обязательно добавляете завтрак низкоуглеводный вы смотрите по перекусам чтобы не допускать до голода друзья вы не должны голодать и при этом вы все равно страдаете от вечерней ломки по углеводам так вот это страдание можно чуть-чуть а иногда совсем отключить берем хром хилатная форма найти его можно в интернет магазине которых в котором я беру все для себя под этим видео есть ссылочка там написано получить как там написано сейчас дисконт а продукты для здоровья которые я пользуюсь которыми я пользуюсь и рекомендую вот так называется вот зарегистрируйтесь и найдете хром хилатную форму есть страны где в одной таблеточки 300 микрограмм есть страны где в одной таблеточки 100 микрограмм тогда по 1 3 раза в день или утром 3 раза закинул и пошел вы устраняете дефицит по хрому соответственно начинает нормально образовываться гормоноподобная субстанция называется фактор усвоения инсулино подобный фактор усвоения глюкозы и вы обходите инсулина резистентность соответственно уровень инсулина снижается и вам легче переживать этот физиологический пик инсулина который настигает вас вечером но это друзья не решает основ мы всегда работаем с основами вы пришли к раскачанным углеводным качелем через некорректное питание сделайте его корректным уровень инсулина стабилизируется на низкий на более низких значениях и вы станете независимы от еды что тут непонятного мне все понятно друзья если у вас сахарный диабет второго типа если у вас инсулина резистентность если вы гиппуете что такое гиппуете поставьте единичку у кого хотя бы раз было такое чувство страха смерти холодный пот мелкий тремор рук и такой острый голод что надо срочно что-нибудь съесть называется не тормози сникерс не до сникерс что сладкое кофе с сахаром и так далее пример а по моему мужу он ведет машину резко останавливается прям на дороге и ложится на руль и его трясет то вы все у мужа припадок какое непонятно и главное ничего не говорит но я понимала что он гиппуют это было давно я выскакивала из машины находила кофе растворняк любой ну в этих где можно купить в автоматах с двумя сахарами покупала шоколадину возвращалась к нему и все это в него запихивала через три минуты да у моего мужа тогда через три минуты окей я тогда еще не понимала что с ним происходит потому что я была стройная тонкая стрекоза он был тоже стройный человек но у него вот такая вот реакция то есть у него уже тогда были углеводные качели потом когда я стал ополнить я взяла под контроль свои углеводы мы взяли под контроль его углеводы и он перестал гипповать вообще друзья вообще друзья если у вас такое бывает это значит у вас уже есть углеводные качели это значит что вы уже износили свой углеводный обмен но обратимо 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 если вы не остановитесь то вы его износите необратимо это сахарный диабет 2 тип ох позже мы вы видите у меня шарики летают спасибо кто это делает это очень приятно в инстаграме шарики летают на вал берез не нельзя купить мою книгу только у меня можно купить мою книгу задайте вопрос девочкам которые мне помогают в директ девочки дайте пожалуйста ссылку на покупку книги елены бахтиной который называется старости нет друзья это не просто книга это книга тренинг с очень плотной взаимосвязью со мной вы покупаете книгу вы и читаете вам еще приходит письма сопровождения 100 дней и вы в чате где я сама отвечаю вам на вопросы представьте связь с автором и а также что еще я выхожу по средам отвечаю на ваши вопросы так и так если у вас диабет 2 типа не чувствительность к инсулину если вы гиппуете если переедаете углеводы если у вас плохая липидограмма не надо у меня спрашивать есть вам хромхилат или нет есть вам хромхилат вам нужно использовать хромхилат смотрите если у вас что-то не получается оплатить вы все равно пишите в директ директ передает в службу заботы служба заботы с вами связывается и мы решаем все абсолютно вопросы друзья ну что зачитаю ух я должна это рассказать я ем ну завтрак 20 процентов белка с зеленью но хотела жрать через час полтора была на лекции про углеводные качели вы сейчас на лекции про углеводные качели наконец-то приобрела себе хром наверное ничего страшного что я совместила его супер комплекс нет ничего сегодня второй день прошло два с половиной часа после завтрака до сих пор ничего не хочу положить себе в рот боже это чудо невероятно это и результат вам зачитываю девятый пунктик девятый пунктик друзья просто успокойтесь успокойтесь я вас прошу вот смотрите мы как там я я сама такая и сама такая если я поставила себе цель научиться танцевать танго я хожу на все мелонги я хожу на все занятия я уже иногда так устаю что думаю на нафига мне это танго вот но в общем у меня нет меры если я поставила себе цель я прусь к ней так многие из нас по работе по карьере когда я училась в вузе я следила чтобы у меня не было ни единой четверочки но в общем это странная вообще-то ситуация многие потом начинают выполнить и точно также ставит себе цель вот я ничего жрать не буду я буду себе себя эксплуатировать в спортивном зале но я прям буду опять весить свои пятьдесят восемь килограмм несмотря ни на что вы будете только ну какое какое счастье от этого какой смысл в этом если вы лишили себя любого уюта в течение вашей жизни еда это тоже удовольствие еда это тоже спокойствие еда это тоже процесс но я не знаю короче говоря просто успокойтесь но есть у вас эти углеводные качели признайте это пожалуйста используйте все вот эти восемь пунктов которые вам надиктовала для того чтобы угомонить уровень инсулина еще раз говорю остановить углеводные качели можно люди бросают курить бросают так вот это легче остановить углеводные качели и легче чем бросить курить дайте время успокойтесь дайте себе две может быть 6 недель и углеводные качели успокоиться устаканится и вы станете независимы от еды вы перестанете срываться вы перестанете переедать вы начнете наслаждаться небольшим количеством еды не ваша задача съесть все в этом мире ваша задача все перепробовать я так думаю окей поэтому спокойно если вы хотите чтоб я вас сопровождала я хочу вас сопровождать я создала систему старости нет для сопровождения потому что ну как вам сказать если там что-то революционное я думаю что каждая тема в этой системе революционная по крайней мере когда я ее разрабатывала это было где-то 10 лет назад в обществе были принято абсолютно другие другие мнения на тему углеводов на тему жиров на тему белков и так далее и в конечном итоге я видела что каждая моя тема она революционная было для того времени жизнь идет жизнь меняется и я смотрю что общественное мнение все ближе к моей точке зрения которые я заложила тогда 10 лет назад может быть для вас это уже не будет как-то сильно революционно но это точно помогает устаканить свое отношение к еде выровнять свое отношение к еде когда вы выравниваете свое отношение к еде вы становитесь более спокойным более уравновешенным более уверенным завтрашнем дне и человеком и вы уверены в состоянии здоровья своем состоянии здоровья завтра это тоже очень важно вот смотрите все ступенечки они решают в системе старости нет какую-то свою задачу нулевая ступень это от движения вы думаете я знаю что нужно двигаться но если вы не двигаетесь или даже вы двигаетесь но это не дает результат вам нужно обязательно выслушать эту мою ступенечку ступенечка 21 день вы не сможете жить так как раньше жили на первой ступени мы разберем с вами суточную норму белка вашу распределимые в течение дня я научу вас до переваривать пищу и на первой ступени мы рассчитаем ваш рацион на второй ступенечки мы распоимся посмотрим что у нас ph балансом и ваши клеточки наполнится внутри клеточной влагой восстановят туркар на третьей ступени мы сожжем лишние жиры которые вы успели накопить и разберемся с углеводным обменом на четвертой ступени мы перестроим все ваши биологические мембраны так что биологическая мембрана 25-летнего человека значит все биохимические процессы работают как будто вам 25 лет пятая шестая ступень это система очищения организма внимание я использую биологически активные комплексы пальцем я не могу почистить ваш организм седьмая ступень все о витаминах минералов чтобы ваши биохимические реакции порхали как в 25 восьмая ступень я научу вас делать покупки в супермаркете и те кто дойдет до 9 10 11 ступенечки это то что дает моментальный результат по эстетике человеческого тела эта система старости нет друзья фух неужели мне хватило голосом хром хилат 300 микрограмм в сутки 300 микрограмм если еда не в удовольствие совершенно равнодушна к еде но вы счастливая вы счастливая значит вы оптимально веса ростовом соотношении ну как вам сказать еда в принципе должна приносить удовольствие может быть вы не так ее сервируете вот если если я для себя готовлю не дай бог мне тоже на не сильно в удовольствие а если с друзьями или вот с мужем это красивый сервированный стол это где-то там музыка ну в общем это можно сделать красиво элитно хорошо так чтобы получить удовольствие не столько может быть и не только от вкуса как от всего этого что что окружает прием пищи мне трудно не есть хлеб без него как-то пустовато в желудке сейчас надо токсик с вами давайте схитрим и пока перейдем на хлеб цельнозерновой причем с добавлением или отрубей или ржи ну то есть так чтобы гликемический индекс этого хлеба снизить понятно вы привыкли наедаться крахмалистыми продуктами хлеб замечательный крахмалистый продукт если есть лишний вес то потихонечку потихонечку уменьшая количество и изменяя качество этого хлеба вы сможете свести его к минимуму потому что есть лишь если есть лишний вес то есть передозировка углеводов а хлеб это прекрасная возможность передозировать углеводы очень легкая прекрасная возможность да поэтому меняем пока немножко уменьшаем его количество и меняем качество этого хлеба друзья я сегодня на вопросы вам сильно не отвечу потому что видите какой голос у меня странный голос то вот если я сейчас не помолчу то я в среду не смогу ответить на ваши вопросики 30 минут хожу пешком по лестнице каждый день сейчас на нулевой ступени старости нет плюс много других витаминов еще пью кроме хрома молодец что делать так с самого начала пью хром соблюдая ну очень строго уже вторую неделю до этого несколько лет тоже правильно питалась но не так строго и все равно хочу есть каждые два-три часа не хватает сытости как раньше надолго что делать в чем может быть причина но сразу напишите ваши весоростовое соотношение раба роман рибзон пожалуйста напишите в весоростовое соотношение я замечаю что люди в нормальном весоростовом соотношении почему-то борется с борется с едой вот очень часто вот описывают драматичную ситуацию что вот постоянно хотят есть борются с этой едой какой твой весоростовое соотношение метр шестьдесят допустим сантиметров 50 килограмм серьезно пишет 160 68 девушка 30 лет ну да ну то есть вы думаете что у вас есть несколько лишних килограмм чиков да смотрите значит тогда тогда что делаем пью хром соблюдаю ну строго уже вторую неделю во первых быстро хотите вторую неделю соблюдайте продолжайте соблюдать введите низкоуглеводные перекусы я вам сегодня их набросала низкоуглеводные перекусы и если захотели кушать сделать этот перекус я вам сегодня много вариантов набросала перелистайте вот и все вот и все и просмотрите если вы себе позволили перекусик этот вы сделали перекусик влезет ли в вас меньше на обед или на ужин если так оправданно оправданно как уменьшить количество эльтероксина 75 миллиграмм смотрите у меня есть у меня есть курс называется моя довольная или здоровая щитовидная железа вот я думаю что ольга для вас нужно этот курс просмотреть потому что если вы думаете что я вам дам в разумительный ответ сейчас то скорее всего нет мы начинаем кормить щитовидную железу и снимать с нее аутоиммунное воспаление если причина ее повреждения аутоиммунный процесс мы это делаем с помощью биологически активных комплексов и проверяем тироотропный гормон допустим он в районе между единички и двоечки на ваших 75 микрограмм а эльтероксина потом мы начинаем мигать в сторону уменьшения 75 50 75 50 75 50 и через месяц такого приема перепроверяем тироотропный гормон если он подскочил значит возвращаемся на 75 значит щитовидная железа не собирается включаться если он удержался между единичкой и двоечкой хорошо тогда остаемся на 50 миллиграммах и через месяц опять перепир перепроверяем ттг и дальше мигаем в сторону уменьшения понятно аутоиммунный протокол как кормить щитовидную железу все в курсе по щитовидной железе елена хлеб из муки зеленой гречки воды и соли это хлеб тоже вреден почему хлеб вреден хлеб не вреден лариса друзья зачем так писать мне просто голоса нет сегодня отвечать но сейчас пытаюсь покороче смотрите хлеб хороший продукт если у человека нормальный вес вес ниже нормы это достаточное количество энергии для того чтобы клеточка получила ее воспользоваться но если у человека большой вес это значит что он использует углеводов больше чем ему нужно для жизни тогда это не очень хороший продукт для всех нет не для всех для него почему хлеб вреден с какой стати он вдруг стал вредным тем более если вы делаете из зеленой гречки но это 60 грамм углеводов на 100 грамм гречки с гликемическим индексом где-то 45 нормальный продукт абсолютно просто лариса клаптенко ответьте мне пожалуйста ваши весоростовое соотношение я вам скажу нужно ли вообще мучиться с выпечкой хлеба с выбором хлеба или нет или можно перейти просто на низкоуглеводное питание роман пишет что она не перекусывает вообще никогда просто сразу ем нормальную порцию еды если захотелось есть это тоже вариант смотрите это тоже вариант просто если вы поели а через полтора часа опять мучительно хотите кушать можно сесть и еще раз поесть можно можно перри разделить свою пищу на 5 примерно одинаковых приемов пищи и так дробненько кушать лишь бы вы не были в голоде но если перекус это просто проще если вы не не дома если вы где-то на выезде то можно взять с собой горстку орешков и и утолить свой голод да это проще у меня была цель потом мечта потом цель научиться двумя руками играть на фортепиано или синтезаторе прошла курс так да и о чем это на сейчас играю прекрасно кстати я тоже засматриваюсь на курсы сейчас оптимизировали вообще способ обучения людей и английскому языку и обучению игре на музыкальных инструментов боже я помню как это в моем детстве была мучительная скрипач моя учительница меня била руками по моим рукам своими руками по моим рукам это было очень мучительное на самом деле образование а сейчас все можно сделать в интернете точно добрый день елена скажите пожалуйста если у меня рост метр шестьдесят вес 57 скажите мне нужно набирать вес оксана александровна раздеваетесь полностью подходите к зеркалу и если вы себе в зеркале нравитесь то все хорошо если вы в зеркале себе не нравитесь тот я подразумеваю что у вас просто маленькая мышечная масса тогда вы идете в ближайший спортивный зал смотрите на женщин инструктор и если она вам нравится вы к ней подходите желательно вашего возраста говорите я хочу быть такой как ты и первые 2-3 месяца занимаетесь под ее контролем чтобы когда вы заходили в зал на силовую тренировку чтобы кто-то за вами следил чтобы вы себе не наделали травм и чтобы вы всегда знали вот я точно знаю захожу на тренировку я знаю что я буду делать что я купила онлайн-курс у самых знаменитых фитнес инструкторов и теперь они меня научили что мне делать в спортивном зале так вот я знаю что делать в спортивном зале у меня растет мышечная масса то здесь я в домике вот вам нужно сделать то же самое а также александра оксана александровна вам нужно прийти в систему старости нет хотя бы на шесть ступеней они сейчас продаются по какой-то смешной цене друзья таких смешных цен больше не будет до 1 с 1 декабря мы повышаем нормальные цены не повышаем цены делают делаем им как просто нормальными так вот на 0 на первой ступени я вас научу есть суточную норму белка отрегулируем ваше переваривание пищи и рассчитаем весь рацион это очень важно рост метр семьдесят вес 65 так ну хороший вес хороший вес ростовое соотношение почему лариса так подождите это лариса спрашивала да про хлеб лариса почему вы спрашиваете про хлеб тогда вы в идеально веса ростовое соотношение кушаете на здоровье ирина я постоянно перекусываю семечками орешек сухофрукты манго оторваться не могу что делать опять таки ваши вес ростовое соотношение если у вас большой вес значит вы переедаете семечки орешки и сухофрукты по сухофруктам нужно разобраться гликемическую нагрузку вы не можете давать себе гликемическую нагрузку больше десяти вот что делать не покупать просто потому что когда наступает вечерний жор о котором мы сегодня с вами говорили то вот это смотрите у меня нет вечернего жора поэтому меня вот это вот ну как бы стоит и стоит но было больше на самом деле вот а у кого есть вечерний жор это на один из бочек понимаете так вес семьдесят пять рост метр семьдесят три но оптимально до бедра 105 талия на 5 сантиметров меньше должна должна быть это метаболический синдром ну а если талия больше 85 это метаболический синдром сделайте так чтобы талия была 80 и все нет никакого метаболического синдрома вы перед пробежкой или после пробежки делайте разминку заминку чтобы не получить травмы оксана я не делаю потому что я бегаю очень медленно у меня пенсионерский бег пенсионерский пик я бегаю медленно когда я бегаю я разогреваю все тело и уже очень горячая прихожу в спортивный зал и спортивном зале просто свои друзья у меня 20-30 минут спортивном зале всего лишь к 1 каждый день я стараюсь можно ли избавиться от узлов щитовидной железе под этим видео есть конспекты здоровья ищите конспект здоровья называется рассасывание доброкачественных опухолей леночка хочу быть такой как ты вложи спасибо воля спасибо воля астры друзья так приятно а я знаете чего хочу я хочу не такая идиотская мечта жить в обществе людей которые вне зависимости от их возраста выглядят на 25 лет имеют скорость реакции 25-летних способность наслаждаться жизни 25-летних я так хочу побороть болезни цивилизации так хочу побороть старость чтобы ее вообще не было идиотская конечно идея но я делаю то что могу капитан друзья все что я могу я делаю я услышала что хочет организм мой я услышала что хотят организмы людей которых до которых я могу дотянуться я с них считывала на самом деле я это упаковала виде виде очень простой программы который помещается вашем смартфоне это система старости нет вам осталось только воспользоваться и контактировать бесконечно со мной открытая для контактов для вопросов и так далее я думаю что я не знаю как насчет всех людей вообще все люди очень странные вот я живу в идиотском мире я понимаю но вот вы меня слушаете скорее всего мы с вами на одной волне и вы можете навести порядок в своем теле вы в своем теле можете отменить старость болезни и так далее можете но последний вопросики потому что моё мой голос я буду его беречь я хотела сегодня полчасика давайте я из инстаграм чека так метр шестьдесят семь пятьдесят семь вечером жора нет салатика достаточно на утром жутко хочу есть это нормально во первых его оптимально вес на ростовом соотношении во вторых у вас пик кортизола именно утром поэтому очень хотите есть вы очень здоровый человек продолжайте в том же духе тем более вечернего жора нет умничка вот все вы правильно делаете ни на кого не смотрите не позволяйте нутрициологом себя обучать смотрите если у человека оптимальный вес ростовое соотношение и особенно он такой вот ну 45 плюс и в оптимальный вес ростовом соотношении я не лезу не позволяйте нутрициологом себя обучать потому что ну как бы не каждый нутрициолог в такой форме как вы находятся вы очень правильно себя ведете как долго по времени можно пить хром если пропила одну баночку пока остановятся углеводные качели плюс еще одна баночка дочери 14 лет пубертат агрессии недовольство собой что посоветуйте в питании бады очень часто стоит ограничить углеводы договориться с девочкой или я не знаю мальчику девочка да у нее станет чистое лицо с ней легче будет договориться потому что переизбыток углеводов дает вот эту агрессивность вот потому что дети в том числе жор очень тяжело переносят они вот чувствуют как ломку как ломка вот когда наркотиков не хватает так вот вечером у них ломка прям вот очень хочется этих углеводов поэтому перестраивайте питание в сторону ну вот давайте магни хилатную форму давайте утром 1 грамм витамина c пролонгировано nsp я вам рекомендую использовать на спи просто знаю как это работает не думайте что витамин c разных товаропроизводителей одинаков вообще не думайте вот и если если совсем все плохо то можно еще 5 гидрокситриптофан добавить это предшественник серотонина а лучше запросите в директе дайте девочки пожалуйста ссылочку на регистрацию в nsp это тот интернет-магазин которым я пользуюсь вы регистрируетесь по этой ссылочке на следующий день вам приходит письмо где ваш интернет-магазин которым вы можете пользоваться и ссылка на чат nsp вопросы-ответы там дублируйте ваш вопрос я на него отвечу если диабет второго типа на таблетках к вам нужно идти ко мне нужно алла я для таких как вы создала целую программу потому что девочки у которых нет нарушения углеводного обмена ввели низкоуглеводные завтраки они в дамках у них все идеально по телу они перестают быть зависимы от еды а вы износили свой углеводный обмен у вас уже диабет 2 тип вам обязательно ко мне друзья кто словил болячку цивилизации вам обязательно ко мне потому что если вы сейчас не одумаетесь она вас накроет она вас накроет понимаете при диабете 2 типа представьте себе что вы встали на эскалатор который вас ведет везет в подвальное помещение а подвальное помещение затоплено водой и вам каждый день хотя бы на ступеньку на 2 нужно подниматься выше чтобы оставаться выше уровня этой воды уровень воды это осложнение сосудистые осложнения что посоветовать из нсп при панкреатите кроме диеты инсулин сахар в норме конспект здоровья номер восемь закажите в директ конспект здоровья номер восемь закажите в директ хром хилат сколько в сутки 300 микрограмм друзья все больше не могу приходите в среду я надеюсь что мои голосовые связочки будут вот такие уже хорошенькие я до отвечаю на все ваши вопросы на самом деле у меня огромное количество заготовленных вопросов отведите люди спрашивают вот а так это выглядит хотела сегодня поотвечать но понимаю что мои голосовые связки год лена займись собой так что и пойду-ка я заниматься собой всех люблю всех целую друзья ваше состояние здоровья полностью зависит от вас ваше тело хочет чтобы вы на него обратили внимание позвольте ему чувствовать себя лучше это зависит только от вас ваша добрая воля